Вячеслав Грызлов Врачи уверяют, сдавать кровь жизненно важно для тяжело больных людей и полезно для самих доноров. Те, кто регулярно посещает станцию переливания, слова специалистов подтверждают. После процедуры можно ощутить прилив сил. Правда, если правильно к ней подготовиться. Исключить за 2-3 суток прием алкоголя даже в минимальных количествах, а лучше всего, конечно, этот период делать максимально большим. Исключить накануне переедание острой жирной пищи, легкий ужин, полноценный, но, опять же, исключающий обилие жирных молочных продуктов. С утра легкий завтрак. Например, чай с булочкой. И можно отправляться на сдачу крови. Для сотрудников администрации муниципалитета участие в дне донора уже традиция. Привел сюда пример моих коллег. Они активно и уже неоднократно сдают кровь. Я решила вместе с ними присоединиться, посадить их примеру. И надеюсь, что тоже для кого-то послужу примером, в свою очередь. И у нас число активных, нерадушных граждан увеличится. Не только спасенные человеческие жизни могут стать наградой для тех, кто сдает кровь. С каждым посещением станции переливания они становятся ближе к званию почетный донор. Она присваивается донорам, безвозмездно, подчеркиваю, безвозмездно сдавшим кровь или ее компоненты. Это не менее 40 раз кровь консервированная. Или же, если по компонентам крови, то это не менее 60 раз плазма крови. Но, подчеркиваю, безвозмездно. Впрочем, чтобы стать донором, не обязательно ждать следующей акции. Двери станции переливания Одинцовской ЦРБ открыты по вторникам и четвергам с 8.30 до 12.00. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.